Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, Всё только начинается, это наше всё. Привет всем, кто вовремя включил наш канал и готовится к просмотру нашей развлекательной познавательной программы. Сегодня среда, 13 июня, и в студии вместе с вами Антонина Юн. Вот видите, какая лучшая постоянно, Андрей Козицкий. В общем, всем большое здравствуйте. Большой привет вам также передает и наш хороший друг и партнёр строительной компании «Водострой». Если не знаете, где взять шикарное, отличное жильё под доступным ценам, вот буквально через пару секунд вы об этом узнаете. Во время бейсбольного матча в Америке один из игроков ударил по мячу так сильно, что он улетел на трибуны и упал девушке прямо в стакан. Она не рассерялась и выпила его, не доставая мяча. Но даже это чудо не помогло, конечно, выиграть любимой команде. Девушка подумала так, что я заплатила за напиток, я выпью в любом случае. Неважно, мячи, залетел только голубь, непонятно вообще что. В общем, друзья, всегда идите до последнего. Стоять на своём. А сейчас мы вам подскажем, где приобрести очень нужные и необходимые вещи. Констовары на оптово-розничной базе «Евразия» переехали. Новый просторный магазин в 50 метрах от подарков «Бандун». Это центр с бесконечными полками школьных принадлежностей и офисной канцелярией. Всё по оптовым ценам. Изобилие рабочих тетрадей. Рядом предметные с правилами и таблицами. Ровными рядами выстроены шариковые и гелевые ручки. Последний, кстати, незаменимый атрибут для сдачи единого государственного экзамена. Во время ЕГЭ чёрная паста становится страшным дефицитом, но только не здесь. Каждый месяц ассортимент пополняется и обновляется. Яркая палитра концтоваров даже на каникулах раззадорит интерес малышей к занятиям. Альбомы для рисования, краски, кисти, карандаши и фломастеры. Всё для хорошей учёбы и активного детского досуга. Канцелярия, что на резервной 17, обеспечит и продуктивные рабочие будни. Антонина Юн, Андрей Козицкий и мы по-прежнему с вами в эфире. Да, по-прежнему. Всё верно. Тоня, это молодец. Итак, в центре Лондона был замечен медведь, который держал в руках, в лапках, точнее, табличку с надписью «Я, русский медведь, обними меня». Ролик стал своеобразным приглашением для жителей Великобритании и на чемпионат мира по футболу 2018, который стартует совсем-совсем скоро. Вот так вот. Ну вот, видишь, как хорошо. Такой он миленький. Обняла бы медведя? Да. Да, мне кажется, была бы ты в Великобритании, ты бы обнимала бы всех на радостях. Привет! Ну, не прям так. Ну и ладно. Сегодня у нас еще будут интересные новости, которые будут связаны с предстоящим чемпионатом, между прочим. Ну, вообще, да, вот эта новость очень милая. И мне, знаешь, вот всегда вот такие вот новости, такие как медведь, который хочет обнимашек, приглашает всех куда-то, они поднимают мне настроение. Ну, тебе настроение поднимают все новости. Да, особенно новости связаны с едой и с медведями. Ну, вообще, знаешь, я почему? Потому что всегда стараюсь быть на позитиве, Тонечка. Ну, конечно, все люди на позитиве, которые едят. Что-то ты какая-то злая сегодня. Не поела? Я не поела. В общем, друзья, посмотрим, что радует наших прекрасных горожан в рубрике «Наше настроение». Собрались в поездку в Москву по делам, но будет пару дней на отдых. Вот планируем посетить достопримечательности нашей столицы. Я коплю на золотую цепочку. Ну, с золотом, конечно, денег у меня нету. Вот, я коплю, мне уже 12 грамм. Вот. Может быть, придется серебряный крест, знаешь, вешать, потому что золото сейчас дорогое. Так, какую же фигню... Расскажем про работу. Про работу? Да. Я скромный начальник караула нашей пожарной части на цех поселка, которая... Вот, работа интересная, пыльная, грязная, неблагодарная. Но нравится мне, да, я ее люблю. Вот. И весь свой караул люблю всем, передаю привет, ребята, вы в моем сердце. Я как человек творческий, большинство, большинство люблю, вот, творчество, поображать, фантазировать, делать. Знаете, ну, важно в голове ты фантазировал, а еще воспроизвести. И когда это получается, это очень круто. На велике я влезу? Угу. Хорошо. А на чем сложнее кататься, на машине или на велике? Ну, на велике сложнее. Почему? Ну, потому что я на два колеса живу чушь. А тут четыре колеса, проще? Да. Хорошо, молодец, спасибо, давай пять. Ну, что ж, друзья, программа «Наше все» по-прежнему с вами в эфире. Вот такие вот хорошие новости для вас подготовили наши горожане. Антонина Юн улыбается, это значит что? Что она поела? Что она поела. Ну, давай. Нет, считанные дни остаются до начала чемпионата мира по футболу в России. И все внимание мира совсем скоро будет приковано к этому событию. И вот еще одна новость, которая связана с футболом. Выпущенная к чемпионату мира 2018 по футболу кубка воды оказалась огнеопасной. Дело в том, что выбранная форма в виде футбольного мячика повторяет свойства линзы. Поэтому, если оставить бутылку на солнце, может произойти возгорание. Вот так вот. Логика такая. В пасмурную погоду берем на стадион бутылку воды в форме мяча, а в солнечную – обычную. Да, чтобы не работали линзы, да? Ну, как мы уже поняли, Антонина, логика – это не ваш конек. Ну, что? Почему? Ну, давай объясните это во время рекламы. Потому что, может быть, ты не одна такая, которая так вот решила, что в пасмурной погоде. Сейчас вообще обидно. Сейчас будет драка, друзья. Пока реклама, я буду замазывать свои синячки, а вы никогда не переключайтесь. Скоро вернемся. Элисон Клосс из Пенсильвании не смогла найти подходящую пару на выпускной среди одноклассников и пригласила на бал Дэнни Дэвита. Актер не смог ей отказать, так как купила она его в интернет-магазине за 100 долларов, а вернее, его картонную копию. Ну, в общем, в итоге актер сопровождал Эльсон весь вечер выпускного, фотографировался для выпускного альбома и даже танцевал медлячки. После того, как эта история стала популярной, актер дал ответочку и пришел в бар с картонной копией Эльсон. Ну и как после таких новостей не поверишь в чудеса? Ну, знаешь, чудеса у нас сейчас, Тоня, сплошь и рядом. И вот тебе еще одно чудо. Мускулистый кот, которого начали бурно обсуждать в сети. Пользователи уже прозвали его Арнольд Коттнеггер. Посмотри, какие у него. Он мощный. Вообще, сила, мощь. Я бы назвала его Жан-кот Ван Дамм. Либо Котлестер Сталлоне. Котлестер Сталлоне. Котлестер. Ну или... Ну, в общем, ладно. Тут названий ты можешь придумать много. Можете тоже придумать названия для такого кота. А мы просто посмотрим рубрику «Наши питомцы» и не будем пока фантазировать на эту тему. Здравствуйте. У меня собака породы Шелти. Собака, ну, очень хорошая. Очень добрая, ласковая. Собственно говоря, высокая обучаемость, высокий интеллект у собаки. Зовут его Рен по-домашнему. А в документах написано «Кибай Тренессанс». Ну, вот мы его и назвали. А Тренессанс Рен. Ну, Ренди, собственно говоря, зовем иногда. Со всеми общительный, любознательный в меру. В общем-то, молодец во всех отношениях. Так как это пастушище порода, естественно, у него инстинкт собирать всех в кучу. Поэтому, когда собирается семья дома вся, он собирает всех вот в одном месте. И, собственно, практически там, где я нахожусь. Туда всех и гонит. Поэтому вот у нас как-то уже внучка побольше, она сама себе занимается. Он ее не трогает. А внучок же бегает везде маленький. Вот он его и гонит, чтобы за ним смотреть и смотреть за ним было. Ходим на занятия с ним специально, чтобы, ну, естественно, хоть что-то умел, что-то знал. В общем-то, ведет себя очень хорошо, послушный. Кинолог девочка, тренер наша, нас хвалит. В общем-то. Ну, еще, конечно, у нас еще такие результаты и не выдающиеся. Ну, надеюсь, что будут выдающиеся когда-нибудь. Вот сейчас пытаемся заниматься agility. Хотим, чтобы он немножечко, конечно, как-то в спорте поучаствовал. Ну, это моя мечта от детства. Я хотела когда-то Коле, очень хотела Коле. Когда на экраны вышел в свое время сериал Лесси про эту собаку. В общем-то, наверное, все дети хотели тогда эту собаку. Тем более у моей подруги школьной была эта собака. Это порода Коли. Такая красавица, умница была. Вот я хотела. И вот как бы собак у меня по жизни очень много было, всяких разных пород. И вот все равно в душе хотелось мне, в общем-то, Коли. А так как вот появились шелти, ну, она, то, что она маленькая как-то ростом, все равно выигрывает перед Коли. Ну, вот дочь мне подарила на Новый год. Ну, в общем-то, уход, я считаю, несложный. Хоть шерсть у него и длинная. Ну, в общем-то, расчески специальные есть сейчас. Шампуни есть сейчас также с кондиционерами, в общем-то, как и для людей. Ну, корм, единственный корм, конечно, дорогой. Ну, раз мы купили такую собаку, естественно, позволим себе, можем позволить себе, чтобы кормить таким кормом. Потому что со стола, естественно, нельзя его кормить этим питанием. Внучка люлька была, собственно, есть, висит у нас, мы его укачиваем. Внучок уходит, мы ее складываем там на диване, она такая небольшая люлька. И все время обращаем внимание, почему она на полу, хотя она на диване должна лежать. Потом мы его поймали, он ее скидывает и ложится в эту люльку, и она ему очень приглянулась. И сейчас, естественно, мы ему уже подарили ее, он спит в этой люльке. Ну, и еще бывает, да, у него бывает, причем это как-то с рождения, когда мы его привезли, в общем-то, у него нос длинный, и он своими лапами закрывает свой нос, когда что-то нашкодит в основном. Не скажу, что прям часто, но бывает такое. Тапочки вот погрыз, пришла, я говорю, где тапочки-то? А он, ну все, провинился. То есть собака знает, куда он был. Конечно, конечно. Интеллект. Хотя, в общем-то, мы его особо и не ругаем. Да его и ругать не за что. Собака, повторюсь, вообще не проблемная. Вообще ни в каком отношении. Ну что ж, друзья, Андрей Козицкий, Антонина Юн вновь вместе с вами в студии. Программа «Наша. Все». Итак, лето, пора отпусков, пора отдыха, пора походов в кино. Вот скажи, ты любишь кино? Тоня, я вот обожаю кино, обожаю сериалы. Это вообще моя слабость. Мультсериалы, обычные сериалы. И знаешь, что вот я решил сделать сегодня? Ты как раз заговорил про эту тему. Я хочу проверить тебя. Любишь ли ты кино и сериалы так же, как люблю их я? Мне уже опасаться? Опасаться? Не опасаться. Опасаться будешь позже. Так скажи, да или нет? Ну конечно. Ну что ж, друзья, в общем, для вас, для Антонины сделали такую небольшую легкую подборочку самых известных кадров из фильма. В общем, Тоня, это будет твоя задача, задача телезрителей. Показываю кадр, ты догадываешься, пытаешься догадаться, что это за фильм. Есть фильмы легкие, есть, сразу говорю, очень тяжелые, которые не все смотрели, но я буду тебе подсказывать. Если не справишься, ничего страшного, потому что некоторые фильмы даже я не знаю. Я уже привыкла к тому, что логики моей нет. Давай, посмотрим первую картинку. Итак, что за фильм? «Матрица». Это «Матрица». Да, такой я знаю. Как зовут актера? Я не знаю. Киану Ривз. Вот, теперь ты знаешь больше. Давай, картинка номер два. Вот такой вот фильм. Помнишь, где люди спали во сне, сон во сне, там «Ди Каприо» еще снимался? «Остров проклятых»? Нет, нет. «Начало». Отлично. 2-0 в пользу Антонины. Итак, переходим к картинке номер три. Вот это. Чего там? Джим Керри. Итак, что за фильм? «Вечное сияние» чего? «Вечное сияние» чего подсказывает тебе в ухо? «Чистого». «Чистого». «Пола». «Нет». «Разума». «Вечное сияние чистое». А, я не смотрела. Кстати, посмотри, очень хороший, интересный фильм. С Джим Керри, понимаешь, он раскрывается в другой роли. Давай смотрим. Четвертое. Вот это. Я вообще не вижу, что там. Ты не видишь, что там. «Кораблик». «Кораблик», лодка, это называется так хорошо. Хорошо. Помнишь, где был «Тигр» в лодке? Нет, не полосатый рейс. Только хотел его сказать. Не, ну подожди. Да что ты за картинки выбираешь? Я специально, чтобы... Ну не было, чтобы ты говорила так просто. «Жизнь». «Пи». Все, «Р» квадрат. Все верно, да, ты молодец. Смотрим следующее. Вот. «Шоу Трумана». «Шоу Трумана». Ты так прям сразу, то есть ты определила по спине Джима Керри, который идет по лестнице. Я знаю просто эту картинку, что она оттуда. Вот видишь. Давай, хорошо. Следующее. Вот это, что такое? Писатель Стивен Кинг написал эту книгу. Шедевр мировой книг. Я не буду с тобой больше играть в такие штучки. Ну почему, ну ты посмотри. Топ-250 кинопоиск «Побег» из... Шоушенка. Шоушенка, все верно. Все верно, из Шоушенка. Так для меня надо было игру придумать. Ты говоришь первое слово, а я отгадываю второе. Ну так эта игра сейчас и идет. Кроме «Матрицы». Итак, давай смотрим следующее. Вот это. Смотрела фильм про фокусников? «Иллюзионист». «Б» рядом, еще был другой. «Пре». «Пре-с». «Пре-с-ти-ж». 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 Все верно, «Пре-с-ти-ж». Следующее. Вот это кто? Ну это этот. Это вот новый, который, но я его не смотрела. Там вот они все такие разусорены. «Холостяк» новый сезон. И не смотрела «Холостяка». Не смотрела «Холостяка». Ну и правильно. Я не помню, как он называется, честно. «Отряд самоубийц». Да, да, да. Вот она там такая жизнь была. Итак, еще есть у нас. Смотрим. Да? Вот это. Ну это «Оля и Ело». Это я знаю. Что за фильм? Скажи на название фильма. Этот. «Кривые зеркали». «Королевство». «Королевство кривых зеркал». Хорошо, молодец. Итак, смотрим следующее. Вот это. «Чего хотят мужчины». «Чего хотят мужчины?» Ну-ка, скажи имен. Скажи всем. «О». «О чем говорят мужчины?» «О мужчины». Все верно. Отбивай кулачком. Смотрим следующую. Вот. «Оно». 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 Ты первый человек, который так с акцентом говорит. «Оно». «Именно». И еще одна. Вот, последняя. «Один дома». «Один дома». Ну все, что? Тоня, ну будем считать, что, в принципе, знаешь, знакомство с фильмами удалось. Прошло очень хорошо. Посмотри «Вечное сеяние чистого разума». Хорошо. Что еще нужно посмотреть из этих фильмов? Так, у меня нет времени, конечно. Но отряд самоубийства я не буду смотреть. Ты должна поскать, у меня нет видеомагнитофона. Его тоже. Кассетного. А у меня вот есть. Дай погонять. Приходи к нам дальше в гости, будешь смотреть все это на кассетах. В общем, друзья, будем считать, что знакомство с фильмами удалось. Теперь, в общем, сеть вперед в кино, либо можно сделать что? Устроить себя домашнее. Домашнее, вечернее посиделочки под попкорнчик и киножечку. Кока-колу, да. То, что необходимо есть вечером, друзья. У нас впереди небольшая реклама, после которой мы вернемся. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И сегодня мы продолжим разговор о замечательных джорджанских мужиках. Не только домашние работы, но и различное ремесло заставляло брать их инструменты в свои руки. И если в прошлый раз мы говорили о сверле, то сегодня мы поговорим о стамеске. Конечно, от всего инструмента нам остается только самый кончик, самый насад. Потому что делать инструмент целиком из железа, это было накладно, дорого для них. В принципе, в те времена-то и таким вот мерилом богатства являлось не золото, хотя оно у них было, а именно железо. То есть железо очень легко конвентировалось, его можно было легко обвинять на что угодно в чистом виде железа, в том числе и железные предметы. Поэтому, в общем-то, многие инструменты мы видим не целиком, как в наше время сделанные с железом, а вот только именно рабочие части различных инструментов. В том числе, вот не исключением является их стамеска. То есть мы видим у нее, как мастер выковал у него тыльную часть на формочке, которая у него на наковальне есть, как у него выбито лезвие, как он его закруглил. И самые разнообразные деревянные инструменты, они до нас не дошли, потому что дерево сгнило. Но во время раскопа Краскинского могильника ситуация оказалась таковой, что деревянные конструкции погребений, они оказались в воде. То есть за вот эту тысячу лет уровень моря, соответственно, уровень грунтового вода приподнялся, многие вещи оказались замаринованными в воде, деревянные вещи, и они до нашего времени дошли. И вот как раз мы на них видим следы самых разнообразных слесарных инструментов, и в том числе следы стамесок, в том числе и вот таких круглых стамесок. Ну что ж, друзья, время нашей программки подходит к своему завершению. Надеемся, у нас получилось окунуть вас в атмосферу хорошего настроения и позитива. Ну, я думаю, даже бесспорно это получилось сделать, потому что ты улыбаешься всегда. Ну просто, на самом деле, зрители не видели твоих диких танцев во время рекламы, тогда бы у них настроение поднялось еще больше. Ну, либо наоборот. Ну вообще, друзья, знаете, не забывайте смотреть нашу программу каждый день. Ну а если вдруг не успеваете по времени, то заходите на наш сайт telemix.tv, где вы можете посмотреть свой любимый выпуск в любое время. Подписывайтесь на наш инстаграм, профиль наше все, нижнее, подчеркну меня, TM, ставьте лайки и пишите интересующие вас вопросы в директ, а мы постараемся на них ответить. Да, не забывайте участвовать в конкурсах и выиграть крутые призы и подарочки для себя и своих близких. И, конечно же, не забывайте дарить друг другу улыбки и хорошее настроение. Тогда у вас будет все точно на 5 с плюсом. С вами сегодня были Антонина Юн и Андрей Козицкий. Никуда не переключайтесь, скоро увидимся. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все.